Я стараюсь для себя выделять офисные дни и выездные дни. То есть офисный день это когда я работаю в офисе, в офисе я занимаюсь управлением или какой-то собственной работой по разработке тех или иных материалов. А в неофисе это у меня встреча с клиентами, какие-то переговоры, иногда участие от каких-то проектов, то есть те или иные работы. Дело в том, что человек существо очень инертное, и как правило ему нужно так настроиться в какой-то режим работы. И вот что я заметил по себе, почему руководитель должен всегда изучать свои привычки. Я, например, заметил, что когда я выбираю какой-то день как офисный, моя работа двигается гораздо эффективнее, чем когда я полдня в неофисе, полдня в офисе. А? Правда. Выскакиваешь из офиса и весь день? Вот. Ну мозги просто переключаются, да? Потому что, как правило, в неофисе происходит множество событий, которые вот как ту частичку ускорителя моста отмутузивают, извините за термин, да, со всех сторон. И возвращаясь, ну как бы немножко нужно какое-то время, чтобы вообще прийти в себя, сфокусироваться как-то. Потом нужно результаты этих встреч как-то где-то отразить, да, чтобы они не пропали. То есть это совершенно определенное состояние работы. И наоборот, работа за столом, она требует какой-то сосредоточенности. Например, то же самое планируют, да? 4 часа как надо сесть. Если мы при этом будем узнать, что потом надо вскочить и бежать, то мы все время будем сидеть на полу-полу, называется, да? Как-то так. Одним глазом на часы, наверное, да? И наоборот, если мы откуда-то прилетим и сядем запланировать, то мы еще как тот чайник снят из плиты. Какое-то время будем так, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль так. Мозги кипеть, да? Нужно опять какой-то переыгрываться. А когда работа однородная, она позволяет четко войти в какой-то режим. То есть я, например, сегодня выезжаю, значит, я уже не дергаю, что я что-то не сделал в офисе. Мне четко запланировали весь день поездку. Наоборот, я сегодня в офисе сижу, а то я не знаю, что должно произойти, чтобы я из офиса вышел. Поэтому вот группировка. Как я это делаю? Делюсь опять навыками. Значит, я начинаю складывать следующую неделю. А, напомню, что планируем мы неделю с точностью до дня. Потому что ведь не все же от нас зависит. Правда, мы можем сказать? Не все же. Но я начинаю следующую неделю планировать в среду. Вообще, хотите запишите это правило где-то, что следующий период планируется в конце предыдущего, а не в начале. То есть понедельник начинается уже распланированный, а не спланированный. Потом расскажу, почему, кстати. Ну, пока возьмите заданность. Поэтому я в свою следующую неделю начинаю планировать в среду. Как я это делаю? Я открываю следующую неделю, допустим. И начинаю думать. Как правило, на неделе есть уже какие-то события. Допустим, постоянные. Вот у меня, видите, повторяющаяся задача. Это то, что там регулярное совещение. Алиса там у меня принял. Я там член советую акционерам. А, значит, теперь это вне офиса у меня проходит. Видите, значит, коричневый, это вне офиса. А это в офисе. Значит, я думаю, ага, значит, вторник у меня так-то так выезжает. С одной стороны. С другой стороны, выезжать не к 4 часам. Значит, выезд где-то в 3 нужно делать. У меня ремейнер поставлен, я не забуду. Значит, я думаю так. Сделать вторник уездным, наверное, сделаю уездным. Это я думаю, когда? Вот в эту среду. Вот тут. Думаю так. С кем вы мне стоили встретиться на следующей неделе? Я смотрю там список своих клиентов, открываю карту, ну, майнеры, да, смотрю, какие работы у меня есть. Думаю, вот так. Неклохо бы с этим, с этим, с этим, с этим пересечься, сделать такую-такую-то работу. Значит, в среду я составляю себе список вероятной активности на следующую неделю. Причем понимаю, что для меня это выгодно вторник. Понимаете, где я? Звонки я начинаю делать, чтобы наметить в соответствующей встрече в четверг после обеды. Поэтому первое мероприятие составление списка активности. Если я его не сделал в среду, то в четверг мне вроде как и звонить нету, правильно? Ну, я, конечно, могу сесть сначала составить список, потом позвонить. Но со среды оно как-то виднее. Ну, так проще. Сначала сделал списочек, потом сделал звонок. То есть я стараюсь опять разбить крупной навелкой. Тогда их можно выполнять между делом, спокойненько, не спеша. И в четверг я делаю соответствующий обзвон. Почему в среду? В среду рановато. Многие не захотят договариваться, еще в следующей неделе неизвестно. В четверг достаточно оптимум. То есть я звоню, а из своего списка я выбираю того, кому надо звонить в первую очередь, кто вправе сам не выбирать, когда я к нему приеду. Как правило, в списке контрагентов всегда есть те, кто вам назначают. А есть те, с кем мы договариваемся. А есть те, кому мы говорим. Правда? Слушай, если ты не против, я к тебе заеду в 12. Ну, я практически считаю, что да. А есть люди, которым говорят, простите, пожалуйста, будет ли вам удобно, если я заеду по вам в 12? А кого-то мы спрашиваем, простите, пожалуйста, вот если вторник для вас удобный день, то в какое время было бы удобно в меня вести? Правда? То есть я этим занимаюсь в четверг. В конечном итоге, конечно, может быть учебу во вторник неудобно, но у меня всегда есть шанс, что в четверг вечером вторник у него еще не занят. А раз так, то возможно согласиться со мной с этим. Возможно, не согласиться. Возможно, у меня будет не вторник, а два дня выездных. Вполне нормально. Но я стараюсь поставить их на вторник. Конечно, я никогда не буду спорить с другим человеком. Я всего лишь позабочусь и себя без облаговременно. Таким образом, я постараюсь сформировать себе удобные дни, выездные дни. Остальные дни, допустим, у меня будут как офисные, как и дни. То есть гарантии никаких, шанс. Начиная что-то за облаговременно, у вас появляется шанс. Вот такая вот светлая идея. Значит, поэтому группировка. Еще одно правило переноса. Планируется 60% времени. В принципе, это правило называется 60-20-20, да? И на самом деле идет так. 60% запланированная работа, 20% текучка. Ну, всякого рода мелочи. 20% непредвиденных. А? Есть? Да. То есть 60% это мероприятия АМВ. Текучка это цель. И 20% непредвиденная. Совет. Начинайте. То есть фактически что получается? 60% это то, когда мы занимаемся важным. 20% это когда нам жизнь еще не подбрасывает. 20% текучка. Совет. Начинайте пробовать А и Б с 20%. Ну, и 60%. Я бы советовал 60, да? Начинать лучше с 20%. Дело в том, что вокруг вас сейчас выстроена какая-то система взаимоотношений. Если вы резко рубанете, 60% занимая под свои дела, система будет сыпаться. То есть начать не 60 на 20? Да. Я рекомендую. Попробуйте. И от 20 доведите до 60 со временем. Понимаете? Даже 20% это 8 часов в неделю. Если 8 часов в неделю мы посвятим то есть 4 двухчасовых блока А и Б мероприятия, уверяю вас, это сказка будет. Правда? 8 целых 8 часов. В целых 4 двухчасовых блока, когда мы занимаемся тем, что мы считаем важным случаем. Не откликаемся на веление времени, а занимаемся тем, что мы запланировали. А уж потом доведите это до 60 месяцев. То есть научитесь сохранять 20%. В чем проблема? Дело в том, что жизнь будет пытаться активно сбить нас. Продолжение следует...